Микс Ньюз Доброе утро, как мы уже анонсировали, пианист Андрей Асокин, участник заключительного гала-концерта фестиваля Инессы Галланд. Доброе утро! Доброе утро! Да, вот может быть несколько слов о том, что ждет тех зрителей, которые придут на заключительный концерт? Да, ну как всегда это будет очень красочный концерт, потому что Инесса умеет подобрать программу так, чтобы это было и увлекательно, и интересно, и динамично, не затянуто. Это всегда ей удается очень здорово. Я в прошлые разы у меня была русская музыка, я играл Рахманинова, в этот раз очень интересная программа. Я буду играть концерт Равеля, соль мажорный, он недаром в соль, это какая-то очень солнечная тональность, и Равеля это очень солнечное произведение. Ему хотелось создать музыку, которая в отличие от музыки немецких романтиков, там, Брамса и так далее, ну, доставляет радость и без каких-то страшных мучений, страшных трагедий просто можно наслаждаться. Он очень-очень яркий и солнечный, и жизнерадостная музыка, так что будет приятно играть и приятно музицировать вместе с замечательным дирижером Экхартом Витциком, которым мы уже работали. Он замечательный профессионал, и очень приятно с ним всегда музицировать. Вот, что, кажется, вы упомянули, что прошу раз Рахманина выбирали, как вот вы выбираете, какую музыку сыграть, не знаю, под настроение, или вы считаете? Ну, обычно мы с Энессой разговариваем по этому поводу, у нее есть какие-то свои общие идеи о концепции каждого концерта, вот с 5 по 11 идет фестиваль, и каждый концерт очень интересный. Вот, мы, я предлагаю какие-то идеи со своей стороны, она предлагает что-то вот как бы подумать, там, вот в сторону Моцарта, или в сторону французов, или в сторону русских композиторов. И в конце концов находим ту версию, которая мне была очень интересна, и которая в общую программу, так сказать, хорошо может быть имплементирована. Да, ну, хотя понятно, что вы не только участник, но и зритель, вы тоже наблюдаете за концертом, и все равно смотрите профессиональными глазами. Вот все-таки два дня вот первых прошло фестиваль, а не знаю, что вас удивило, может быть привлекло ваше внимание? Ну, меня удивляет всегда, насколько у Юинеса и у Дианы Галланта каждый раз много энергии и много какой-то вот такой душевной щедрости, потому что фестиваль, вместо того, чтобы стать каким-то такой, какой-то такой рутиной, там, для галочки, что, ну, вот надо вот каждое лето опять, наоборот, он происходит с невероятным подъемом, невероятным каким-то таким душевным, эмоциональным всплеском, очень положительным, и публике от этого приятно. Публика чувствует какое-то особое к ней отношение, вот именно что, очень-очень особо каждый день, и поэтому я думаю, что у Юинеса есть настолько стабильная и любящая ее, так сказать, фан-клуб в Латвии, и не только в Латвии, на эти концерты приезжают и из Германии, и из других стран, и вот как-то я думаю, что этим этот фестиваль очень должен дорожить, и замечательно, что он держит эту планку, эту планку такой щедрости и эмоциональной непосредственности, да, что это не становится, как бы, таким обыкновенным событием. Вот, говоря о самом фестивале, все-таки, как вы считаете, нужно ли, вот, не знаю, вам, как пианисту, больше, ну, все-таки, в фестивале приходит, может быть, в отличие, не знаю, от вечеров чисто классической музыки, ну, разная публика, которая хочет, ну, и там, не знаю, какое-то веселье, может быть, не знаю, больше такой жизнеутверждающей музыки, или вы считаете, что самое главное – разнообразие, да? Ну, я думаю, что, конечно, важно разнообразие, и в ариях, которые поет Инесса и другие участники, бывают и очень трагические страницы, и очень такие духовные, как там Ава Мария, например. То есть, я думаю, что классическая музыка как раз нам дает возможность, с одной стороны, очень большого разнообразия, с другой стороны, даже в самых таких веселых, казалось бы, жизнерадостных страницах, как Моцарт или вот Равель, которого я буду играть, там тоже есть своя меланхолия, там тоже есть своя глубина. А Моцарт, например, это вообще композитор, который все время про ангелов, про ангелов, но время от времени такие некоторые слезы, очень ангельские, но тоже… Да, но слезы есть. Да, слезы есть, да. Поэтому я думаю, что как раз в классике разнообразие и в каждой отдельной композиции, и в цельном концерте оно, безусловно, есть. Что до фестивальной специфики, ну, каждый фестиваль как-то по-своему определяет. Где-то есть, так сказать, какие-то дни с очень серьезной музыкой, какие-то дни такие более гала-концерт, когда все-таки это как праздник, как большой карнавал, и карнавал предполагает какой-то такие брызги шампанского скорее, нежели, так сказать, медитацию, молитву сначала до конца. То есть, есть какие-то, вот, так сказать, правила игры. А так, конечно, разнообразие очень важно. Наверное, этот вопрос я не первого задаю, но все-таки на вас спрашивали, включаете ли вы свой репертуар, не обязательно, наверное, на гала-концерте. И произведения латвийских композиторов у нас есть тоже, наверное, хорошие, и в том числе для фортепиано. Очень много. Вот у меня только что в Венсплсе был концерт, который был полностью посвящен латышской и американской фортепианной музыке. И это было страшно интересно, потому что там есть очень много параллелей, несмотря на то, что Латвия страна маленькая, а Америка огромная. Тем не менее, музыка эта развивалась параллельно в конце 19 века, такой поздний, немножко запоздалый романтизм, а потом уже современные течения. И, конечно же, джаз, который есть в музыке латвийских композиторов, там у того же Мардерса Заринша есть какие-то элементы такие джазовые. Так что я играю музыку латышскую очень много. Я знаю, что на фестивале такие арии, в основном арии, поются. К сожалению, если говорить о фортепианных концертах, то у латышских композиторов они все-таки достаточно такие монументальные, и поэтому вот в контекст гала-концерта их вставить невозможно. Но в смысле каких-то арий из, будь то, Ванюта или другие оперы, это, безусловно, там существует очень красиво. Вообще, вы наблюдаете какое-то изменение отношения публики к классической музыке? Потому что считается вообще, что это не самый популярный жанр у массового зрителя. Да, я уже несколько раз это говорил. Мне кажется, что за последние десятилетия интерес усиливается, причем стабильно усиливается. Этому свидетельство и успех фестиваля «Саммертайм», и успех концертов Триосокина в том же зале «Дзинтери». Дело в том, что сейчас жизнь стала очень быстрой. Из-за социальных сетей, из-за ленты Фейсбука люди очень быстро вынуждены. Даже, я бы не сказал, научились. Они вынуждены переключаться. Какая-то трагедия, потом какие-то котики, потом что-то смешное, анекдотик, потом опять что-то на злобу дня, потом какая-то очень серьезная тема, потом друг позвонил и так далее, и так далее. И не знаю, насколько человеческий мозг к этому быстро адаптируется, но, тем не менее, вот эта вот скорость, она, видимо, вызывает какое-то очень поверхностное отношение к всем этим новостям. Ну, невозможно переживать, надо тогда сразу какие-то капли пить, если ты просто читаешь новости. Поэтому, когда есть что-то очень глубокое, очень, может быть, даже не спешное, что характерно классической музыке, но уже проверку временем выдержавшее, вот это слушать людям очень интересно, то есть пойти и целый вечер практически промедитировать становится очень важной частью жизни, потому что, во-первых, ты даешь своему мозгу, наконец, отдохнуть, ты входишь в какой-то нормальный для себя темп времени, спокойный, ты можешь даже какие-то свои проблемы на работе решить, пока ты слушаешь, например, немецкий реквием Брамса. Потому что, ну, как бы ты вот слушаешь, слушаешь, и потом вот, а, вот надо вот сделать так, надо вот сделать так. То есть каким-то образом ты отключаешься от вот этой спешки, от этого нервного состояния и находишь гармонию с собой. Я именно так объясняю, почему классическую музыку слушают, слушают ее в большом количестве, несмотря на то, что в интернете, казалось бы, там, в записи Караяна вы можете найти все эти симфонии. Тем не менее, ходят на концерты, тем не менее, им интересно слушать даже новое, даже непроверенных каких-то исполнителей, которых они, в общем, никогда не знают. Вот Инесса рекомендует, а они приходят, люди, значит, им интересно, значит, им есть какая-то жажда к чему-то очень глубокому и содержательному. Потому что в нашей жизни этого мало. И я думаю, что эта тенденция, она такая достаточно стабильная, и она будет продолжаться. А вот вы упомянули Караяна, а вы сами в своем творчестве пытаетесь, не знаю, кому-то подражать, или вы все-таки нашли свой, не знаю, стиль, свое направление и идете по нему? Ну, так как я играю на фортепиано, это инструмент, который как такой океан, для него написано огромное количество музыки. Импровизация может быть, да. Да, очень много пианистов замечательных, которые на нем играли. Это, так сказать, история идет еще с 19 века. Ну, конечно, этих записей нет, но все пианицы 20 века так или иначе записывались. Конечно, влияние есть, но они очень, как бы, я, ну, так сказать, собираю этот букет, и потом его как-то вот представляю в своем каком-то уже, своим языком, в свой какой-то стиль переплавляю это, да. То есть, конечно же, просто подражание играть вот как какой-то пианист, это не так интересно даже в творческом отношении. Но услышать это, так сказать, высказывание, как-то на него, может быть, ответить, среагировать, будь то, так сказать, высказывание Глена Гульда или Святослава Рихтера, это, конечно же, страшно интересно, да. И насколько это получается, не получается, это уже другой вопрос. Но то, что это необходимая часть профессии, вот такое взаимодействие с другими исполнителями, раз уж у нас есть возможность благодаря записям их слушать, оно, безусловно, важно. Ну, вот раз уж мы живем в век, когда можно записать, и радио существует именно благодаря этому, да. Так что, ну, нужно этим пользоваться, нельзя это игнорировать. А что касается, вот, не знаю, вам интересно, если просят, не знаю, как аккомпаниатора сыграть, то будет исполнять арию, а вы за роялем. Да, ну, это... Вас это не смущает? Нет, меня это не смущает, более того, мне это страшно как бы нравится в том плане, что я много играю с оркестром, и тогда я в роли солиста, то есть, все внимание на меня. Вот я об этом и говорю. Оркестр аккомпанирует. Я прекрасно знаю специфику хорошего или плохого аккомпаниатора, и даже если это оркестр и целый дирижер, да, то, безусловно, я знаю, насколько ценно для солиста, чтобы вот эта вот подушка безопасности, это облако, на котором он летит и, значит, вещает, оно было бы совершенным, и оно бы очень помогало все его или ее желания, эмоции лишь улучшить, усилить. Поэтому, безусловно, мне кажется, что это особое искусство, аккомпанирование, поддержки, даже как и в танце, когда поддержка, это же как бы мы все смотрим на девушку, которая там зависла высоко, а ее, так сказать, не уронить, это тоже своя специфика и очень важная задача. Для пианиста, видимо, тоже, да? Нет, это очень важно. Да, когда, так сказать, певица берет высокую ноту, ну так мне же нельзя сделать ошибку, чтобы как бы ей это испортить, ей настолько сложно, да, я должен ей максимально помочь. Если я чувствую, что ей нужно больше времени, я даю ей больше времени. Если я чувствую, что она хочет побыстрее добраться до кульминации, ну, значит, нужно побыстрее добраться до кульминации. То есть вы прямо реагируете по обстоятельствам, да? Ну, конечно, особенно в вокальном искусстве, потому что это же голос, это очень такая непосредственно стихия, тут нельзя рассчитать и все в сеточку. Проверить алгебру и гармонию здесь можно только очень на ранних стадиях, а потом надо слушать ушами. Не было самому желания, не знаю, написать какую-то музыку? Ну, вы профессионал в этой сфере, да? Да, но все-таки, опять же, композиторов так много, они пишут так много хорошей музыки, что ее все очень хочется сыграть. Но иногда получается так, что я пишу как бы обработки некоторых произведений для рояля. Это в том числе, например, произведение Гершвина, которое я, так сказать, обработал, чтобы можно было их играть на своих концертах соло и без оркестра. То есть это по существу уже почти самостоятельное произведение или по мотивам. Это самостоятельное произведение, но я бы не сказал, что это композитор, это скорее аранжировщик, как бывает в популярной музыке, то есть аранжировщик, а есть композитор. И иногда бывает, так сказать, композитор просто мелодию напишет хорошую, а аранжировщик так сделает, что просто фантастика будет. Вот пока у меня вот наиболее как бы часто сталкиваюсь именно с этим. Что касается сочинить, но у меня вот есть одна пьеса, которая в нашем с Катриной Гуппола у нас был такой, может быть, вы знаете, представление, посвященное американской музыке, автор Миднайт «После полуночи», там была одна пьеса, которую я сочинил, и которая, ну, такая минималистическая, но все остальное была американская музыка, просто нужно было вот какую-то особую краску, я ее не нашел в их… А вот американская музыка вас привлекает, почему? Потому что, ну, мы все мыслим, может быть, стереотипами, да, есть же такое представление, что, ну, американская культура как таковой не существует, есть микс, поскольку страна особая, страна эмигрантов, все приезжают, там все течения, поэтому вот американская в таком концентрированном виде не существует, и чтобы мы не говорили, все равно мы исполняем какие-то другие произведения, не знаю, итальянские, английские, там вот… Ну, это интересный и сложный вопрос, потому что, да, безусловно, Соединенные Штаты такая своеобразная страна, что там все эмигранты разных веков, разных поколений, но таким образом… Да, с одной стороны, конечно, можно проследить, так сказать, национальные корни каждого композитора, будь то Гершвин или Бернштайн или другие, с другой стороны, все-таки специфика, то, где они находились, будь то такой центр, как Нью-Йорк, или будь то Голливуд с его киномузыкой, все-таки, ну, дают какую-то свою специфику, поэтому если уже раскладывать, то сначала это будет там имя композитора, потом это будет тот центр, где он варился, да, где он существовал, а потом это уже будут его, так сказать, венгерские, еврейские, итальянские и так далее корни. Я таким образом это делал, поэтому я это называю все-таки американской музыкой, плюс это еще и возможность достаточно успешно там издавать свою музыку, зарабатывать на этой музыке, соответственно, композиторы думают о том, чтобы музыка была успешной, соответственно, композиторы немножко больше зациклены на успехе, чем на написании такой чистой музыки, ради музыки, что ему не важно, там она в столе лежит, и вообще ее, может быть, два человека услышат за его жизнь, а ему уже достаточно, да. Вот в Америке все-таки больше специфика, что музыка должна звучать, потому что этих возможностей очень много, и цензура, как бы, как таковой, ну, гораздо меньше, чем, может быть, в других странах. Говоря о специфике, есть ли какие-то музыканты или культуры, которые вам ближе и приятнее играть, или, наоборот, какие-то, которые вот вам, ну, совсем сложно взяться за этого композитора? Ну, я так не могу сказать. Опять же, пианист должен быть всеяден, но странно, если пианист, например, не играет немецкую музыку и обделяет себя, так сказать, огромным количеством выдающихся композиторов, и так же, как странно, как, если, например, не играть французскую музыку с Равелем, с Дебюсси, с Мессианом, с другими гениальными. Не то, чтобы не играть, а просто это та музыка, с которой вам сложнее соединиться как-то. Вот вы играете, скажем, Равелли, и вы прям чувствуете, что вот это ваша музыка, которую вы хотите показать людям, а другие какие-то мелодии вы играете больше. Я бы говорил не, скорее, не о национальных школах, может быть, о каких-то конкретных композиторах, которых я не играю, потому что, ну, мне кажется, что там или мне нечего сказать, или есть другие пианисты, которые сказали гораздо больше. Например, вот музыку Скрябина совершенно потрясающе играет мой отец, и поэтому я как-то к ней не очень касаюсь, потому что я знаю, что... Зачем, да? Зачем, да. А, например, в Рахманинове и в Чайковском мне интересно как-то высказаться, мне интересно вступить в некую дискуссию или в спор с Луганским, или с Мацуевым, или с Кисиным, да, и сказать, что вот тут надо играть по-другому, да, ну и дальше уже слушатель может решать, ему это нравится или не нравится. Так что, как бы, я скорее композиторов выбираю и каждым пытаюсь сказать какое-то новое слово при том, чтобы все-таки это был этот композитор, чтобы не изменить его до неузнаваемости, чтобы не было, что люди пришли на концерт, там, я не знаю, Моцарта, а слышат что-то скорее похожее на Штокхаузина или Шнитке. — Возвращая завершение все-таки к тому, с чего мы начали, гала-концерт, когда и еще, может быть, еще раз, что зрители увидят и услышат ваше исполнение. — Да, ну вот, как бы, опять же, идя от национальных школ, от композиторов, мне всегда очень нравится играть французов, всегда очень такой Равель один из, Марис Равель один из моих любимых композиторов, мне очень радостно, что в этом году на фестивале именно 11 августа в гала-концерте я играю концерт Равеля, соль-мажорной, очень радостная музыка, очень яркая, очень солнечная, очень красочная в смысле оркестра, я думаю, что оркестрантам будет страшно интересно, там такая роль у арфы, такая роль у духовых инструментов, вообще Равель был большой, очень мастер всего этого. — И погода обещает быть хорошая, так что... — Я думаю, что да, раз солнечный концерт, должна быть солнечная погода, так что все приходите на концерты этого замечательного фестиваля, и вот 11-го я вас тоже порадую своим исполнением. — Андрей Асокин, у нас был в студии «Пиани» всех ждем на гала-концерте «Саммертайм» и на «Сыгалант» 11-го числа, и не только, еще и сегодня, и все оставшиеся дни тоже приходить на концерт. Мы говорим, до свидания.